А мы, конечно, с детства решили, что мы есть ум, мы себя ассоциируем с умом, но это не так. Опять же, если я сейчас это буду говорить людям, которые в первый раз слышат эту информацию, их мозги и шаблоны мышления просто не дадут это сделать. Поэтому мы на курсах, в книгах, я пытаюсь мягко подвести вообще, что такое шаблоны мышления, как они образуются, как они работают, что с ними делать, почему мы так убеждены и почему мы это в минус используем, а как в плюс, какими рассуждениями нам сделать так, чтобы переделать этот шаблон, то есть мы его не разрушая, а просто направляем в другое русло и мягко перестраиваем без всяких агрессивных вот этих моментов. Потому что любое сопротивление, когда вы даете мозгу новую информацию, ваша старая просто настолько начинает скрипеть и конфликтовать с новой информацией, что во внешнем мире вы всегда начинаете испытывать проблемы. То есть наш мозг, как проектор в голове, проецирует реальность вовне. То есть мы видим вовне то, что у нас в башке своей. Если вам тысячу раз что-то скажут, и у вас нет такого убеждения, вы не поймёте это. Но когда вы кого-то слушаете, вы пропускаете через свою призму своих шаблонов мышления, информацию, любую. И поэтому знайте, что всё, что вам говорят, совершенно не так, как вы понимаете. И чтобы понять, это какая-то работа должна проведена быть. Так, ладно, буду уходить сейчас в эти дебри. В закрытом чате познай себя. Кстати, у меня есть закрытый клуб. Стоит 490 рублей. Напоминаю, 15 мая у меня будет подорожание. 990 будет рублей стоить. Сейчас 490 рублей вообще. Чашка кофе. Заходите, у меня там уже 130 заданий, и я провожу бесплатно сеансы движения сердца, которые стоят 100 евро. Там бесплатно для вас. В клубе. Давайте в клуб. В закрытом чате познай себя. Вот хороший отзыв. Я осознала, что у меня уже есть всё необходимое в жизни. То есть беспокойный ум выключили. Согласитесь, добиваться своих целей и желаний комфортно, когда у тебя нет беспокойства, что тебе что-то не хватает. И когда ты на стрессе, это сложно сделать. А когда ты спокоишь, что у тебя и так всё есть, ты уже на изи. Дальше исполняешь свои желания, добиваешься чего ты хочешь без стресса, а вот на кайфе. Это намного лучше, если сравнить. Я на стрессе, вечно мне что-то не хватает. У меня только маячат какие-то мои базовые потребности, желания, которые я хочу закрыть. А до более глобальных желаний никогда я не могу дойти. Но когда вы понимаете, что у вас и так уже всё есть, вы успокаиваетесь, ум успокаивает, вам комфортно. Вы уже не видите, ну то есть вы начинаете... Давайте ещё дальше. Я пытаюсь всё отодвинуться, чтобы больше и больше дать инфы об этой мысли, которую хочу сказать. Мы с вами очень сильно беспокоимся, что у нас много чего нет. И всё время трясёмся над этим, пытаемся добиться. А на самом деле больше половины того, чего мы считаем, что нет, оно есть. Мы просто это не замечаем, не видим, нам ум не даёт это увидеть. Но когда ты начинаешь это видеть, половину проблем йог, они решены. Потому что вы наконец-то получите то, что у вас нет, когда узнаете, что оно всегда с вами было. И чтобы это обнаружить, я помогаю в закрытом чате и в книжках, всё это тоже есть, увидеть необходимое, куда мы всё время бежим. То есть 50% наших потребностей, которые мы должны закрыть, мы увидим, что они уже закрыты, и уже на 50% расслабимся. И вот этот расслабленный ум, расслабленное тело, классное состояние, полно сил, энергии и интереса, уже направит свой фокус внимания на более какие-то интересные желания, на более крупные, на более развивающие, а не просто закрыть какие-то потребности. У нас потребности в базовых чувствах, безопасность. И мы внешне пытаемся закрыть очень много дыр в безопасности. Допустим, мне сейчас некомфортно и опасно, мир безопасный, я боюсь за будущее, то есть мне небезопасно, мне небезопасно в пипец. И поэтому у меня есть куча желаний, которые надо сделать, чтобы закрыть эту безопасность себе. Но когда вы поймёте, что всё на самом деле и так безопасно, с умом поработав, вам не придётся закрывать эти дыры внешним. То есть вы уже не будете искать, чтобы исполнить какие-то желания, которые вам нафиг не нужны. Потому что вы уже будете в безопасности, вы не будете искать потребность вовне. И ваш фокус внимания освободит время на более интересные задачи, на более интересные желания, на более интересное времяпровождение. Вот, я про это пытаюсь сказать. Так, отзывы всё никак не могу дочитать. Эльвира Садреттинова. «В закрытом чате «Познай себя» я осознала, что у меня уже есть всё необходимое в жизни. Приятно осознавать, что у меня достаточно денег, чтобы удовлетворить все свои желания». Я хотела бы выразить огромную благодарность моей дорогой Нелле. То, что она открыла мне глаза на очень такое важное понимание. Благодаря ей я поняла, что умение найти и оценить то, что у меня уже есть, это и является настоящим секретом счастья и удовлетворённости. Теперь я готова с радостью смотреть вперёд, наслаждаться тем, что уже присутствует в моей жизни. Блин, это очень крутое, глубокое, классное сознание. И вы до него должны дойти, то есть вы должны со своим мозгом подружиться. И вот это осознать на глубине, не просто на уровне ума сейчас, услышав эту информацию, а в глубине души это понять, что половину наших желаний, на которые мы тратим куча времени, мы просто тратим бесполезное время до своей жизни, потому что эти желания вообще не надо достигать. Понимаете? Вот я к этому пытаюсь сказать. Меня сложно понять, согласна, потому что инфа абсолютно отличается от обычной нашей жизни, от обычных наших разговоров и так далее. Она странная немножко, она новая, надо вникать. Поэтому сразу извиняюсь, если кому-то что-то непонятно, со временем каким-то, прочитав какое-то количество моих книг, посмотрев, в бесплатном доступе я обычно две трети книг выставляю, половину книг выставляю бесплатно, чтобы вы ознакомились, а потом купили. Купили по цене чашки одной-двух кофе. Ну, я так думаю, на такое образование можно потратить деньги. Это не миллиарды денег, не сто тысяч за личный коучинг каких-то инфо-цыган, честно говоря. Так, о, Майера. Нелли, привет, я тебя благодарю за книгу, она очень глубокая. Книга «Для чего богу деньги». Я с недавних пор влезла в большие кредиты, и мне стало очень тяжело, так как и работа вся остановилась. В найме я не могу работать. Получился какой-то у меня застой. С середины февраля была полная тишина. До этого как-то был какой-то круговорот, и я была в потоке. Сбылись несколько моих крупных желаний. А сейчас, ну, всё остановилось, и всё это произошло резко. Я разрешила себе остановиться и подумать, чтобы понять, что я хочу на самом деле. Просрочки по кредитам пошли большие. Потом я замучилась страдать, тут целый мат такой. Я осознала, что я вообще не живу свою жизнь, потому что я нахожусь мыслями либо в прошлом, либо вообще в будущем. И меня никогда нет в моменте. Помню, в одном из твоих эфиров я слышала от тебя про момент здесь и сейчас. Но я вообще это не поняла. А в книге «Для чего Богу деньги» ты как раз подтвердила моё сознание. Насчёт кредитов. Только до меня дошла эта мысль, что это мой непроявленный потенциал, я начала идти во все свои страхи. Я сделала перестановку в квартире, которую откладывала куча лет, повергла сомнению всё, что я не понимала. В первый раз, в первый же день пришли ко мне подарки. Поклонник лично привёз мне вкусняшек. На второй день получила подарок от брата. А сегодня пришёл очень крупный заказ по работе. И за последние 2-3 недели... А, хотя за последние 2-3 недели было затишье. Для меня эта сумма очень большая. И это всё работает. В общем, я вошла опять в поток, постараясь удержаться. Меня всегда удивляло и восхищало в тебе. Откуда у такой молоденькой, красивой девушки, мудрости? Боже мой, красивочки. Я когда читаю отзывы, я всегда реву. Я не знаю почему. Приятно, может быть. Капец, сейчас заплачу, ребят, не могу. Ой. Она успокоится. Ой, чтобы себя мотивировать, я очень часто, как и вы, ухожу в уныние. Очень часто ухожу в шаблоны своего ума. Очень часто ухожу в прокрастинацию. То же самое. И как только вижу, что я опять в яму в какую-то скатываюсь, что у меня какие-то вообще затишье и проблемы, я включаю свои отзывы, начинаю читать, рыдаю, собираюсь в кучку, выхожу в эфир, что-то рассказываю. Всё. Мне прилетают большие крупные суммы денег. Там опять новая страна, какой-то новый перелёт, переезд, подарки. И подарили тут нам с подругой больше тысячи или полторы тысячи цветов. Рос, дом весь всегда был уставлен, я в сторис показывала. То есть как только что-то я проваливаюсь, я включаю отзывы, я иду в свой собственный курс, читая задания, опять в рандомном порядке начинаю выполнять. Либо перечитываю, переслушиваю свои же собственные книги, потому что я когда слушаю, как будто в первый раз. Я не верю, что это я их писала, потому что когда я пишу, у меня мозг отсутствует в реальности. Я читаю потом книжку написанную, и я просто в шоке от того, что там инфа, о которой я не знаю. Честно, я не знаю, как это происходит. У меня нет ответа на этот вопрос, и поэтому не буду сейчас выдумывать, как это я их пишу. Так, подруга оплатила отдых в Турции, но не дала паспорт. Есть ещё один день на его получение, но шансов мало, куда смотреть. А, ну не дали паспорт. Ну, значит, тебе не нужно в Турцию, всё, отпусти, прими, и почему-то это хорошо. То есть, всё, расслабься. Значит, тебе просто туда двигаться не нужно. И у тебя есть какие-то, если ты это примешь, да, есть какие-то наиболее важные события, интересные, которые исполнят какие-то ближайшие твои желания в том месте, где ты будешь вне Турции. Поэтому просто расслабься. Дальше паспорт. Если на шаблоны переводить, паспорт – это моё право существования. Ну, то есть, как бы паспорт подтверждает, что я – это я. Правильно? Вот. То есть, тебе не дали подтверждение, что ты – это ты. И тебе не дали права на существование. Ты себе не даёшь права на существование. Ты себе не даёшь права перемены делать. Ты себя ограничиваешь в этих переменах. Ты себя ограничиваешь в проявлениях, в действиях. То есть, внутренний какой-то есть конфликт, какие-то шаблоны мышления, которые тебе проецируют страхи, из-за которых ты не идёшь, не двигаешься куда-то, какие-то свои желания. То есть, у тебя есть определённые страхи за будущее, либо за какие-то действия, которые ты делаешь. До конца не проявляешься. То есть, не идёшь туда, куда нужно. Больше ищешь комфорта. Хотя комфорт – это, можно сказать, самое минусовое состояние. Мы к нему должны стремиться, но как только мы в него вошли, мы должны сразу оттуда выйти. Мы никогда не должны находиться в комфорте. Это ненормально. Комфорт может быть душевным только в дискомфорте. Тоже шаблон надо такой трансформировать. В общем, весь смысл, что паспорт говорит о том, что я не разрешаю себе быть такой, какая я есть. То есть, просто быть. Для этого я ищу какие-то причины в своём существовании. То есть, я должна существовать, если я, например, переношу пользу этому миру. То есть, просто так проявляться без условий вы не можете себе разрешить. То есть, у вас какие-то должны быть условия. Вот я буду хорошей, и тогда меня будут любить. Вот я буду полезной, и тогда я буду иметь право на существование. То есть, у вас нет каких-то моментов таких, где вы разрешали бы быть просто. Просто быть, и всё без причин, без условий. И делать то, что вы хотите, тоже без причин. Я так хочу, это достаточная причина. То есть, это моё желание, я хочу его исполнить без оглядки на других. И идти обязательно в перемены. Напишите списки ваших задач, которые вы можете сделать физически, физически. А физически вы практически всё можете сделать. Мы даже летать умеем. Ну, для этого можно инструменты использовать. Напишите и идите, сделайте. Не откладывайте. Разрешите себе это сделать. Если вы погрязли в какой-то рутине, да, вам нужны перемены каких-то там, не знаю, действий. Так, всё. Про паспорт можно мусолить долго. Я надеюсь, ответил на этот вопрос. Мы, наш внешний мир, легко можем переводить. У меня есть один курс, который я очень давно не вела. Год назад, последний раз он был. Короче, он идёт гибрид телепатии и считывание информации со внешнего мира. Считывание информации с людей, считывание информации с сигналов тела. То есть, там идёт курс по психосоматике, проблем внешнего мира. И просто можно даже по поведению любого человека понять вообще, кто он, что у него в жизни происходит, какие проблемы, куда он не идёт, куда не двигается. То есть, что ему надо делать. Это всё можно научиться. Вот, у меня был такой курс. Я вот думаю, может быть, его сделать. Потому что, ну, он глубокий и долгий. Наверное, будем работать там месяц-полтора, может быть, два. Это не для новичков. Это для тех, кто прошёл курс работы с мышлением. Хотя бы посидел месяц в моём закрытом клубе, да, и почитал мои три базовые книжки. А может быть, даже четыре. Четыре — это ещё как работать со страхами своими. И вот с этой базы, если ты не новичок, да, мы можем идти учиться считывать сигналы этого мира. То есть, и отдельно у меня ещё был курс по психосоматике. Думаю, тоже надо его запускать. Уже давно все просят конкретно углубиться, распознавать, что сигналы тела. Не изучают психосоматику в интернете. И вы можете спокойно диагностировать у любого человека, откуда у него возникает болезнь, что ему делать. То есть, работать и с собой, и с близкими, и сделать из этого бизнес, и сделать из этого работу. Либо просто помочь себе по жизни. На самом деле, всё надо делать не ради денег, а ради себя, ради себя, своего развития. Если ваша цель будет только в вашем развитии, вы всегда будете добиваться тех результатов, которые вы хотите. Если у вас цели лежат в деньгах, то, к сожалению, вы, может быть, и добьётесь, но через большие трудности. Но большинство так не добьётся ничего. Мотивируйте с кайфом наслаждаться этой жизнью, проходя в процессе все вот эти обучающие программы, наслаждаясь в процессе этой жизнью. Как мы чему-то учимся, растём, познаём, двигаемся. То есть, не стараться быстрее марафон пробежать и прийти до конечной цели смерти. А вот наслаждаться вот этим процессом. И обучение у вас должно быть для наслаждения, для себя, для кайфа. И когда вам интересно, у вас всё складывается. Я приведу пример с английским. Я 40 лет его учила, мне 41, да. Я 10 лет, чтобы вы понимаете, не живу в России. Я жила в 36 странах. Вот Турция сейчас 36-я страна, в которой я живу. И я в Россию приезжала только вот на ковид, у меня было там 2 года, или год-год даже. И всё. Всё остальное время жила за границей. И везде английский язык, или там итальянский, или ланкийский, или ещё какой-то. Ну, в основном на английском, естественно, других языков не знаю. И я до сих пор не знаю грамматику, я до сих пор не понимаю вообще английский. Я не разговариваю на нём и нихрена не понимаю. Я учила его в школе, в институте, в университете, на разных курсах. Я бесконечно его изучаю. Три, там, с 2017 года. Семь лет в доулинго. Марина чихнула, подтвердила. Марин, спасибо, подтвердила. Семь лет изучаю английский в доулинго. Прохожу каждый день, не пропуская ни одного занятия. То есть у меня одно занятие. И я его не понимаю. Так вот, у меня цель была неправильная с этим английским. Но как только я сейчас решила поступать, выбрала топ-университеты. Там Кембридж, Оксфорд, Ель и так далее, Гарвард. Вот я поставила себе цель поступить в какой-то из этих университетов, либо в топ, там ещё много их, хотя бы десятка-двадцатка, и побыть студенткой. Не ради диплома, а ради себя, ради знаний, ради кайфа, ради наслаждения процесса студенческой жизни. Вот, и балл там проходной по английскому просто настолько высокий, я должна быть просто носителем этого английского языка. Я должна свободно писать, говорить, понимать, читать, без ошибок это ещё всё делать. То есть у меня он должен быть идеальным, потому что я буду учиться на английском, понимаете, думать на английском. Прошла неделя, то есть я поставила себе цель, что я хочу, мне интересно. Я за эту неделю выучила всю грамматику английского языка, я поняла все времена, я сдаю экзамены, я ничего не... Я нигде не ошибаюсь, то есть я каждую контрольную работу вообще безошибочно, я думать стала на английском языке, и я поняла, что 10 тысяч слов я уже знаю. Я выучила, блин, 190 обычных простых глаголов и во всех формах окончания его прошлого и, как это, наречия. И я просто в шоке от того, что поменяв цель, поняв, для чего это нужно, насколько это интересно, насколько это прикольно, насколько я вот просто стала этим английским языком, что просто достаточно было недели, сейчас я просто отработаю уже практику. То есть вся теория, она мной понята, то что я не могла понять 40 лет, понимаете. Я учила эти правила, и я их не понимала. Но не шли они мне, не запоминались. И даже если я их понимала в моменте, все равно я всегда сделаю ошибку в каждом слове предложение неправильно, время поставлю, ну то есть неправильно слова согласую. То есть я не понимала, ну как это на автомате, просто брать и офигенно владеть английским. Я думала, что это не про меня, это мне не дано. Но когда я просто решила наслаждаться обучением, наслаждаться процессом не ради конечной цели, а просто вот потому что для себя, мне так хочется, без причин. Вот я просто хочу, и все, у меня нет причины получить диплом. Зачем? У меня очень офигенная практика в моей работе, да, и я достаточно, ну как сказать, я закрыла все потребности в своей карьере, да, потребности в своем проявлении, как зарабатывать, там, что делать. То есть у меня нет задач найти себя, построить карьеру. Она у меня уже построена и закрыта, эта тема, да, у меня просто осталось время наслаждаться жизнью. И я хочу насладиться, ну, сейчас студенческой, например, жизнью, да, учить другие языки. Я сейчас хочу китайский потом идти учить и корейский. Обожаю Корею все-таки. Потом после учебы поеду в Сеул. Мне очень нравится там жить. В общем, понимаете, ребят, очень сильно меняется мировоззрение, когда вы все-таки будете жить в процессе. Надо успокоиться, снять все страхи, и тогда по-новому это начнет уже входить в мозг. Да, вот, ну, вот все четко вот прям подытожили. Именно так. Но со страхами надо поработать. За каждым страхом что-то лежит. У нас есть врожденные страхи. Это высоты громкого хлопка, звука, да, где тело сотрясается, хотите вы этого или нет. Все остальные страхи – это наши шаблоны мышления. Это наш негативный опыт, который нам сделал в прошлом больно. Либо нам об этом опыте рассказали, что это больно, и равно смерть, равно покалечить тело. То есть каждый страх, он надуманный и придуманный. Надо с ними разбираться. Вот есть книга «Как работать со страхами». У меня очень коротенькая. Я сейчас хочу еще, кстати, ее издать. Почему-то я уже несколько лет пытаюсь ее отредактировать. Для издания нужен другой формат и страниц количество добавить. Но она небольшая, коротенькая. Вы даже ее освоите за пару часов. Но ее нужно как практическую работу делать. То есть брать тетрадку, ручку, открывать эту книжку, конспектировать и выполнять задания. То есть там каждый пункт – это задание. Проработать страхи – это первое, что вам нужно сделать. То есть для чего вы вообще и понять, какой там опыт. Почему вы боитесь, зачем вам это надо. Страхи нас защищают от негативных последствий. Либо они не негативны, просто от последствий, с которыми я не готов столкнуться, потому что я не готов на это время тратить, потому что мне это неинтересно. Вот и все. То есть, допустим, я не могу купить дом, потому что мне страшно, если у меня будет большой дом, у меня нет там семьи, нет мужика, дом будет ломаться, за ним надо постоянно смотреть, как я буду ремонтировать этот дом. Это один страх. То есть я не хочу разбираться с последствиями, когда у меня будет дом загородный. То есть хочу с квартиры переехать загородный. Второе. Я хочу дом, да? Но если я начинаю копаться, у меня второй ответ. Он будет далеко от центра города, от моей работы. Мне придется там ездить пять часов. Я не задумываясь вообще об этом, думаю, что у меня какие-то есть внешние обстоятельства, из-за которых я не могу получить дом. А на самом деле это я сам лично его не получаю, потому что у меня есть выгоды его не получать. Потому что я не хочу разбираться с дорогой, я не хочу разбираться с уборкой этого дома, я не хочу с этими последствиями разбираться. Но если вы возьмете за каждым страхом, увидите, что там стоит, то есть что страшного, если у меня будет дом? Задайте себе вопрос. Что страшного, если я пойду в перемену? Что страшного, если я пойду на эту учебу? Что страшного, если у меня будут отношения? То есть, например, вот всё, что вы хотите, а у вас этого нет, значит, вы хотите, чтобы этого не было. Для этого есть причины, за которыми лежат страхи. Ваша задача спросить, что страшного, если это у меня будет. Например, вы хотите мужика в отношениях. Кто-то спрашивал, что там, если я хочу мужчину конкретно и секс с ним. Что страшного будет, если у меня произойдёт с этим мужчиной секс? Что страшного? Давайте выгоды вот эти вот. С какими последствиями я не готов сталкиваться? Вы их выписываете, и потом, это всё в книге у меня есть, не переживайте, вы возьмите эту книжку, и просто то, что я сейчас говорю, написано не витиевато, как я сейчас вот так вот, а прям структурно всё последовательно. Так, про мужчину пропустила. То есть, вы задаёте себе вопрос, с какими негативными последствиями я не готов, для меня они негативные. На самом деле эти последствия нормальные, не позитивные, не негативные. Это я так решила, что они негативные. С какими последствиями я не готов сталкиваться? Выписывайте. Вот произошёл этот цех, что будет дальше? Я себя чувствовать как-то не так буду? Или ещё что-то. То есть, вот допустим, он произойдёт. Не думайте, что он просто вас там не хочет, что это нереально. Нет, вот всё, проживите момент ментально, что он произошёл. Дальше. Что такого страшного может случиться? Выпишите и поработайте с этим, доведя до абсурда, либо найдя пути решения. То есть, я боюсь иметь дом, потому что у меня будет там большая трата времени на его уборку. Здесь либо я должна довести до абсурда, либо придумать пути решения, либо сразу вместе оба варианта. Какое решение я могу принять? Я могу научиться с кайфом эффективно убираться. Допустим, можно тратить на уборку. Один человек на уборку тратит час, а другой точно такую же уборку может два дня делать. Потому что он не понимает, как это делать. А всему можно научиться быстро и эффективно. Какие мне нужны инструменты? Задайте себе вопрос. Какие навыки? И какое настроение? И ещё сколько на это времени нужно? Как его оптимизировать? Какие я могу ресурсы использовать, чтобы оптимизировать? Купить там робот-пылесос. Нанять девочку, которая будет приходить раз в неделю и делать генеральную уборку. И сколько это будет стоить? Могу ли я этот вопрос закрыть или нет? Нет, не могу. Хорошо, есть ли у меня родственник, который мог бы мне приходить, а я ему взамен дам? Ну, например, я не знаю, кормить его буду. А может быть, у меня есть в окружении, там в доме, какие-то бичи, которые за бутылку водки бы это делали. А может быть, у меня есть, кому я по бартеру могу предложить эту услугу? Вариантов масса, если вы начнёте решать. Как только вы закроете все те моменты, из-за которых вы боитесь иметь этот дом, вы как минимум большую часть шаблонов уберёте, которые мешают иметь этот дом. Я не говорю сейчас про деньги, я говорю про все остальные. Да и деньги не приходят только благодаря тому, что у вас запрет на этот дом. Но когда вы снимете этот запрет, проработав ваши страхи и негативные последствия, решите их, в голове себе поймёте, как их решать. Если что, они решаемы, вы перестанете об этом беспокоиться. Деньги придут, ресурсы придут. Они не приходят только по одной причине. Вообще, деньги – это не цель, это просто средства, которые не обязательно в этом звене. Они приходят ровно тогда, когда вы можете спокойно себе вот это позволить, разрешаете себе в башке вот этот дом иметь. Деньги, они придут, как просто понятный уму способ получения этого дома. Но проблемы здесь в голове, а не во внешних вот этих действиях. Так что сначала разберитесь, какие страхи, проблемы, негативные последствия, те последствия, которые я не готов решать и что-то с ними делать. Вот ко мне пришла, давайте вот такой ещё пример. Ко мне пришла на консультацию девушка, она заплатила мне 120 тысяч рублей, и я ей сразу вернула после первой консультации, сказала, я с тобой работать не буду, извини. Ну я и таким инфо-цыганством точно не занимаюсь. В общем, она ко мне пришла, а следом потом ещё одна девушка с таким же вопросом, и ей тоже, да. Короче, она пришла и говорит, я хочу зарабатывать пару лямов в месяц, идеально три, но при этом делать я в Нелле ничего не буду. Я не хочу, я не люблю работать с людьми. Я говорю, ну а на чём ты хочешь зарабатывать? Ну я хочу типа давать консультации как коуч, как ты. При этом выяснилось, тратить время на людей она не хочет, работать она с ними не хочет, в принципе она вообще работать не хочет. Ну я вот живу на бале в кредиты, беру просто там три года с кредитной карточки деньги, ещё и мужика там обеспечивает, то есть она вместе с ним живёт. Вот я её сейчас ни на что не осуждаю, это нормально, просто я пытаюсь сейчас, чтобы вы увидели проблему. То есть человек не хочет работать, ему не нравится общение с людьми, ему не нравится вот этот коучинг. Она хочет просто научить несколько человек, которые будут по полмиллиона или по миллиону платить. Она хочет научить, чтобы те сидели в чате и учили других людей трансформировать шаблоны. По моей же и методике, блин. Я говорю, блин, дорогая, да это же я скринж. Ты сама вообще ничего не хочешь делать, но при этом ты хочешь иметь 3 миллиона. Где, ну, к чему я вообще-то, как сейчас к этому дому приложить негативные последствия? Короче, к ней бы сейчас шли бы люди и платили бы ей деньги, она бы закрыла там свои кредиты, у неё ещё кредит в 3 миллиона. Она бы закрыла эти кредиты, она бы могла работать с людьми, у неё есть знания, да, определённые. Но опять же, судя по тому, как она мне это всё преподносила, нифига она не поняла эту ситуацию, не поняла ни эти шаблоны, ни работу, но она хочет передавать знания, которые не родились в её голове, которые она там прочитала и копипастом хочет научить людей, которые за неё будут, как преподаватели, сидеть в чате, она будет получать денежки. Ну, то есть, как бы, хороший изи, но так не получится. Вот, она хочет выманивать деньги обманом, но лучше добровольно за свои услуги получать, да. То есть, она может так получить, но десятину никто не отменял, она её заплатит. То есть, если она ничего не даёт, но она получает, она будет оплачивать десятину. Но эта десятина не из тех сумм, которые она получит, а из всего, что она имеет. Да, помните, закон мироздания, книжка, последняя глава, для чего богу деньги, и семь видео на YouTube в бесплатном доступе, объясняющие про десятинный бумеранг. Как это работает вообще? Закон мироздания, в Библии это то же самое, в Коране есть, везде написана эта тема. Если обратить внимание, в любой религии, в любых, не знаю, как это, историях, в общем, ладно, не буду про это. Короче, смысл такой, что... Я хочу это иметь, но я не хочу сталкиваться с последствиями. Пойдут люди, а я не хочу тратить на них время. То есть, ей надо закрыть этот момент, как не тратить время. Но опять же, у неё интереса нет, здесь у неё проблема в интересе. Если бы у неё хотя бы был интерес, можно было бы эту проблему решить. Но я не хочу помогать паразитам общества. Сколько бы мне денег не заплатили, хоть миллион. Если ты паразит общества, блин, это не ко мне. Делать деньги на деньгах, деньгами погоняя через каких-то третьих лиц, которые будут просто тупо копипастом ещё обманывать других. Вот эту секту, пирамиду собирать. Нет, вообще нафиг надо. Я так работать не хочу. Как это? Наставник наставников наставников. Блин, вообще, я смотрю этот кринж в интернете. Просто в шоке. Люди, набравших кредиты, продают своё наставничество за миллион, набирают людей, чтобы отбить кредиты. А те, взяв кредиты, набирают новых наставников. Наставников ничего не продают в этом сетевом маркетинге абсолютно пирамидной, которая построена непонятно на чём, на кринже каком-то. И вот, ну как бы, тот человек был с той же оперой. Хочу быть наставником, наставником, наставником. Я не хочу делать ничего, не хочу приносить пользу и так далее. Но у неё высшая цель. Я приношу пользу, я же людям меняю мышление, помогаю там зарабатывать и так далее. Ну как бы, высокая цель, да, но на чём ты помогаешь зарабатывать? Как ты их помогаешь зарабатывать? Они же будут дублицировать тебя, зарабатывать ни на чём, на обмане других людей. Вот, ну здесь как бы вообще очень тяжёлый случай. В общем, я не работаю с теми, кто хочет деньги ради денег. А кто хочет... Вот сейчас у меня, да, вот есть двое мужчин на консультации, да, у них там миллионные сделки долгов, у кого-то были долги там закрылись уже, у них постоянно большие деньги, там крутятся сделки, одни срываются, другие нет. Мы просто разбираем всякие убыточные сделки, что они транслировали, показывали в этот мир. Да, и цель не закрыть долги там, не заработать деньги, не сделать эти сделки, а просто понять, что транслирует мир, чтобы понять, с какой целью я вообще живу. Ну, что показывает мне этот мир, где мне развиваться, что я не вижу. Ну, а они осознали, что они всю жизнь-то прожили, гнали за чем-то, да, зарабатывали бабки, бабки, а дальше чтобы что? То есть ты уйдёшь из этого мира, ты деньги с собой не заберёшь, вот, а жизнь ты потерял, можно так сказать, да, просрал за своими желаниями, целями. Вот, главная цель, единственная, да, это учиться, даже не учиться, любить, да, научиться любить, быть любимым и любить, да, понимать, что это такое, быть счастливым, быть радостным, быть в этой жизни, просто быть, и всё. То, что мы больше всего не умеем, не знаем и не хотим даже на это смотреть, то есть мы не хотим любить, мы не хотим, мы стремимся за любовью внешней, да, которая с любовью никак не связана, то есть ваши с мужчиной отношения, да, с любовью никак, слово одно, но понятия вообще разные, там, эти привязки вообще никак не относятся, ну, к той, естественно, настоящей любви божественной, вот это не то. Дальше мы стремимся к радости, опять же, к искусственной, вот я покачаюсь на качельках, вот я что-то сделаю, вот я что-то себе куплю, вот я чего-то достигну, буду радостной. Искусственная эта радость отбирает энергию, а не генерирует. А хотя сама по себе радость, почему мы к ней стремимся, потому что это индикатор физиологически тела, да, о том, что мы наполняемся энергией. И все хотят этот индикатор чувствовать, что он наполняется энергией, потому что наполнение энергии – это и есть жизнь. И чтобы жить вот эту вот жизнь, блин, наполняться энергией, да, мы хотим радоваться, потому что на физике это так проявляется. И все поэтому бегут за радостью. Но практически у ста процентов людей эта радость искусственная, она не генерирует энергию, она её, наоборот, забирает, потому что она мнимая, это мишура, это просто внешнее, это вообще не то. И как бы вам надо понять, да, что такое настоящая радость, что такое любовь, что такое движение, что такое быть, что такое есть, быть, есть, движение, радость, любовь, счастье. Вот. И вот к этому стремиться, да, понимать это. И если вы к этому, да, готовы, то уже все внешние проявления, как следствие, уже вам и даны будут, и вы их будете иметь. Но они будут не иметь для вас никакого значения. И для вас это будет, естественно, как воздух. И вот последнюю фразу, которую я хочу себе сейчас сказать. Для нас естественно получать то, что для нас естественно. Кто поймёт эту фразу, ну, то вы ещё больше сейчас в геометрической прогрессии просто увеличите ваше сознание, ваше видение этого мира. То есть, как расшифровать, можно оставить до следующего эфира, чтобы вы подумали, что я имела в виду, да. Либо давайте, да, так будет интересней. В следующем эфире мы поговорим, я не знаю, когда я выйду, там, через несколько дней, может, через неделю, может, через месяц, может, через год, может, вообще больше не выйду здесь, может быть, завтра, ничего я не знаю. Вот, подумайте над этой фразой, как бы вы её расшифровали, и мы потом о ней поговорим. То есть, то, что естественно получается, что для нас естественно, то, естественно, оно и есть, и будет. И воздух же для нас естественный, да, и мы, естественно, дышим и не заморачиваемся. Мы его имеем, мы дышим, всё для нас вот хорошо, естественно. Если для меня, естественно, там, иметь большие деньги, то они, естественно, у меня есть. Но чтобы это было для меня естественно, это должно быть в голове у меня сначала осознанно, понято, что... Хочу отложить до следующего, да, раза и пытаюсь объяснить. Давайте я не буду объяснять, интригу такую сделаю. Вот, если вы поймёте, как это работает, то для вас будет, естественно, зарабатывать большие деньги. Естественно, быть здоровым, естественно, быть в любви, быть в радости, там, всему, к чему вы стремитесь. Естественно, получать знания. Для вас это будет естественно. Для вас будет, естественно, ездить всегда на бизнес-такси, иметь, естественно, большую машину, хорошие дороги, всё что угодно. Вот, подумайте вот над этим. Всё, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok